Здорово всем! Про эту игрушечку мне давно кстати писали Я хотел на том установить Но потом подумал так В принципе на планшете Пробную версию закачал Установил. Ну вроде нормально играется Загружается Так Анигиляторы Размешите стражевую башню Да хоть посмотрим что это такое Пишут что хорошая игра Хотя в принципе представляю что это за игра Анигиляторы сдавите этих Людейшек Музыка правда здесь Ай Значит жалкая база выставок Вам это не поможет Мы можем снять целую армию Да 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 понятно Анигиляторы стали активнее в последнее время Странно А можно хотя бы какую то там не знаю озвучку что ли то что там бой был Вы можете отправить ваших солдат битву в книге на иконку чтобы выбрать А ну я понял А ну я понял Давай-ка сразу сюда Да да Мельницу ману Ну короче оборона базы Строим развиваемся Здесь в принципе вот в этой игре Очень неплохая Именно такая Атакующая составляющая Но мне надо посмотреть кое-что другое Я в такие игры не играю по одной простой причине Потому что Здесь за донат Вам разрешают строить два здания Одновременно И улучшать их Только за донат И все Так что я народ Сейчас на секундочку Уйду на паузу И посмотрю Роту обучения Пройду Есть ли здесь вторая Второй режим строительства За донат Потому что если он есть Эту игру можно посылать На куда подальше Так а ну-ка давай как в подземелье Забежим Побоюем с ним Аааа Вот эта фигня Ну я думаю Поинтереснее будет Такое себе Да Обучение продолжается Дальше Я слушаю Тут можно два здания Одновременно Улучшать Это даже интереснее становится Да Я эту игру вспомнил Я ее Пробовал играть Но не осматривал В принципе Обзор не делал В принципе Построй всякую лабуду Так Закончи Обучение 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 Да Для улучшения навыков героев мы жертвуем другими героями вспомнили эту игру, довольно такая злобная игрушечка, могу сказать. Чтобы она героя улучшит, надо пожертвовать другим. Довольно злобно, по-моему. Да, слушай, а тут возможность получить кристаллов довольно много. То есть, вот смотри-ка, в общем, вот у нас по битвам есть возможность получения кристаллов в подземелье и вот другие различные миссии. Ну, вообще-то довольно-таки неплохо. То есть, кристаллов здесь довольно можно неплохо поднатырить. В общем, посмотрел старые записи. Да, эту игру я уже как-то показывал. Так, у нас тут что? Это все не то. где-то дурацкое подземелье бы сейчас вспомнить еще. А вот, битва, наверное. Да, вот рейд. Найти противника, если вы такую другую брошь, да. Давай рейд покажу. В принципе, вот, что из себя представляет рейд. То есть, точно такие же базы, как подземелье. перед расстановкой войск, мы вот так вот делаем. Вот так, к примеру. Как видишь, да, люди с барак тоже бегут защищая. Ну, тут такие рейды происходят. В принципе, это вашего количества войск. Если не ошибаюсь, они теряются вроде. Да ладно, мы одолели, да. Невероятно очевидное. Хм, забавно. В принципе, звезда, есть с кого порейдить, в этой игрушке еще поиграть. У меня в старых засеках она. Она с этого времени-то практически не изменилась. Ни графически, ни как. Так что, в принципе, да. Я это назову обзором. Пусть обозревать-то, в принципе, нечего больше. Но игра интересная, потому что строим себе защиту. Атакуем других игроков. В принципе, как говорится, в онлайн-режиме. Не в АПК. В нормальном режиме. Захватываем у них ресурсы. Правда, такой же будут делать и с вами. Но игра, в принципе, прикольная. Возможность строительства здесь донатом не ограничена. Просто я вот не помню, какая-то игра была тоже наподобие. Ты мог получать только одно строение. А второе только тупо за донат. Но это ВКонтакте, я такие игры встречал. На них сразу болт забивал. Ну, потом, когда уже через полгода понял, что это хорошая наколка. Ну, здесь все нормально. То есть донат здесь более-менее оптимизирован. Ну, на этом я, в принципе, закончу. Для обзора, думаю, в принципе, хватит. Что за игра такая. То есть бои здесь нет на глобальной карте. Вы не обираете все оппонента. Вы выбираете его. В принципе, можно так сказать случайно. Хотя, давайте попинаем немного. Мы тут маду собираем. А тут хранилище-то больше нет. Не успеем запинать. Да, время ограничено. От этого количества времени и красоты получаем звезды. Хотя, может, успеем по бочкам. Не, это крепкая изданец. Хм. Я тут не помню, тут есть магический эффект или нет, которым можно тоже заглядывать, а не одолбить. Просто я, наверное, много очень похожих игр раньше играл. И, возможно, я даже путаю. Ну, способности и спецспособности. Вот так вот скажу. Не, мы не успеем, к сожалению, все тут западать. Время, тайм-аут. Ну, мы неплохо заработали. В принципе, вот так вот выйти. И вот так вот мы ищем противников, которых потом атакуют. Довольно-таки прикольно, да? А, да. Стоп. Че хотел. И, как ты видишь, у нас люди, которые здесь погибают, они теряются. То есть, да. Те войска, которые мы построили, мы должны учитывать стоимость этих войск. Плюс мы должны учитывать то, что мы можем их потерять в атаке на базу. И главное, чтобы у ресурсов, у базы хватило на размещение ущерба еще в плюс. Уйти. Так что игрушка довольно интересная. Рекомендую поиграть. Всем удачи. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова